Слыви, святый дух, Утеши, сердечный храм, Мест по святым, За всиди будь ты, Мой учитель, Відкрой твои слова святые. Навчай меня, Познай творца, Им научи любить Отця. Даруй мені ту розуміння, Сумнів ніколи не впадай, Що всі божественні веріння, Я міг за всиди виповняв. Любовь у душі злой зігри, Любовь зятості дай. Навчай мене, Пізнать творця, Им научи любить Отця. Алі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Одну святую прослав Христа И направляй нас царством небеса Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, 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 аллилуйя Я читаю Боже Слово, Евангелие Иоанна, 14-й розділ І 16-го віршика слова Иисуса Христа І я вблагаю Отця І Він дасть вам іншого утішителя Що перебував з вами повік Духа істини, котру світ не може прийняти Бо не бачить, ой не знає його А ви ж знаєте його Бо він перебуває з вами І буде у вас Не залишу вас сиротами Прийду до вас І далі читаю Дії Святих Апостолів Другий розділ з першого віршика Коли ж настав день П'ятидесятниці Всі вони були однодушно разом в одному місці І несподівано щинився шум з неба Ніби буря раптово зірвалася Та й наповнив весь дім Де вони знаходилися І з'явилися їм розділені язики Наче вогнені І осіли по одному на кожному з них Всі ж вони сповнились Духом Святим І почали говорити іншими мовами Як Дух їм давав провіщати Перебували ж тоді в Єрусалимі іудеї Люди побожні з усякого народу під небом А коли щинився оцей гомін Зібрала сірба людей І вони дуже дивувалися Бо кожний з них чув Як учні розмовляють їхньою мовою І всі були вражені І дивувались Кажучи один до одного Хіба ж не галилеяни всі оці Що розмовляють? Як же кожен з нас чує від них свою мову В якій народилися? А інші глузуючи говорили Вони напили солодкого вина Петро вставши з одинадцятьма Підвіщив свій голос Промовив до них Мужі іудейські Мешканці Єрусалиму Нехай це буде відомо вам І вислухайте слова мої Вони не п'яні, як ви думаєте Бо зараз третя година дня А це те, що провіщав пророк Іоїль І буде останніми днями Говорить Господь Я вилю від духа мого На всяку плоть І будуть пророкувати Сини ваші І дочки ваші І юнаки ваші Будуть бачити віддіння А старшим вашим Будуть сни снитися Нарабів моїх Нарабинь моїх Ті дні Я вилю від духа мого І вони будуть пророкувати Слава Богу Стіснилися слова Ісуса Христа Який сказав Не відходьте від Єрусалиму Чекайте обітниці Я умолються Пішлю вам іншого утішителя І каже Я сиротами вас не залишу Слава Богу Хто був сиротою Знає як то тяжко Немає до кого притулитися Немає з ким порадитися Ніхто не пошкодує сирота Я часто пригадую Один браток Він в літях старший В мене був вдома І він розповідав Каже Я пам'ятаю свою маму так Коли мені було 6 років А сестриці 4 Каже Тато привіз маму з лікарні Мама сіла на ліжку Позвала мене Взяла на руки Посадила на одне коліно Сестричку на друге І стала обнімати Цілувати І крепко плакала Її сльози капотіли На мою Каже Білу голівку Я не розумів Чому мама плаче Я навіть своїми дитячими Кулачками Витирав їй сльози Мама плакала Бо знала Лікарі сказали Їй лишилося Жити недовго Лишаться цих Дві сирідки Хто їх пошкодує Хто притулить Їх до себе І мама плакала Яка цього не розумів І ось коли Каже Мама лежала Хвороба виконала Свою справу Я бігав з дітьми На вулиці І якщо хтось Мене образить Я бігом бів в хату Мамину кименату Прибіжу до ліжка І плачу А мама так притулить Поцілує в голівку Біль зникав Я все забував Біг знову Гратися на вулицю І ось так продовжувало життя І одного дня Коли мене образили Я кинувся в хату До мами До того ліжка Але її вже не було Її похоронили І я каже Сію на тому ліжку І дав волю сльозам Довго плакав Я зрозумів Все сирота Мами нема Ніхто не пошкодує Таке сиріцьке життя Але слава нашому Богу Ми сьогодні не є сироти Він післав духа утішителя Алілуя йому Він сьогодні потішає А вовче Брати і сестри Наскільки сьогодні Ми потрібно шукати його Кожний день Шукай Може ти є засмучений Може ти не має сьогодні спокою Шукай Того утішителя Він пригорне І він порадить Коли прийде Дух Святий Написано Наставить Навчить І про майбутнє Скаже Ви будемо молитися Щоб сьогодні Він говорив До кожного серця Щоб він сповіщав Сьогодні майбутнє Щоб нам сьогодні Чути його голос Брати і сестри Може в твоїй душі буря Я пам'ятаю Одна жінка Сказала такі слова Каже Голос Божий Можна тільки Почути в тишині Хай сьогодні Цю тишину Створить Дух Святий Щоб ти міг Почути Що він хоче сказати Написано Хто має в ухо Нехай чує Що Дух Говорить церквам Він сьогодні Не перестав Говорити Ні П'ятидесятниця Не закінчилась Вона продовжується Алілуя Бог продовжує Виливати Свою благодать І каже Будем останні дні Вилю від Духа Мого Він виливає Сьогодні На своїх вибраних Амінь Він сьогодні Тут є Алілуя І ми хочемо Чути його Що він буде говорити Брати сестру Відчини сьогодні Двери для нього Відкрість Скажіть Зайди Ісус Алілуя Він прийде Чуєш Чи ти буде тебе сьогодні Наставляти Він хоче порадити Може ти поранений Збитий Може тебе ніхто Не може зрозуміти Він сьогодні розуміє Чуєш Він бачить твоє серце Що немає слова на язиці Як він усе знає Чуєш Він усе знає Чи йду Чи сідаю Чи лягаю Він все знає Чуєш Про тебе Все знає Одного разу Один браток Розповідав Нас у церкви Навіть свідкував Як він покаявся І каже Тоді кликали до покаяння Люди йшли А я собі Каже думав Мене ніхто не знає Що по-перше Мусульманин І каже Сидів Але коли чую Моє ім'я Той хто закликав Моє ім'я називає І каже Тебе кличе Господь І я схопився Бігом Побіг І каже собі Дійсно я побачив Ту Господь Бо ніхто мене не знав І що я навіть тут є Хто я є І моє ім'я Тим більше Але от я побачив Моє ім'я Знає Господь І він записав Я в книгу життя Чуєш Твоє ім'я записав В книгу життя Любить тебе Брат і сестри І ми зараз Само перше покличем Його Прославим його Не перше місце Ні Бо часто проповідники Кають Перше місце Йому даєм А решта кому? Я хотів би Щоб все Ми сьогодні Він забрав І співаєм пісню Все тобі даю Все тобі Віддай йому сьогодні Все Чуєш Кожний куточок Йому віддай Він освітить Він потішить тебе І тому Хай Господь Благословить Брат і сестри Я прошу Хто сидить Піднімаємся Щиро молимся Хай Бог сьогодні Виліз свою благодать Хай Він чить свій народ Амінь Хай Бог сьогодні 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 А ныне стоит ответственный вопрос для каждой души. Как времена Сталмина стать в проломе? Многие хвалятся, что они стают. Но куда стают? Они в проломе не стают за народ времен Сталмина. Они устали, они и не могли. И привыкли, как в былые времена. Пойду, сражусь, как и прежде. А ныне нужно свежий ялей помазания. Ныне нужно обновление внутренности. Ныне нужно просветление от священописания. Нет, не высохли источники живые. Нет, не высохли реки благодати. Почему упустила земля? Почему упустились руки Римина Гелфара Глармина? Почему из них могли молитвенники, когда Дух Святой призывает к брани? Равентус Тубереглормина. Благословение нужно выбороть для молодежи. Благословение нужно выбороть для окружающего народа. Благословение нужно для страны. И как никто, церковь, она должна подняться. Она должна стать выше всех реформ. Потому что Дух Божий, Он обновляет сердца, Он дает мышление. И Он исцеляет землю, на которой живешь. И ныне, как никогда, нужно отрезвиться. Нужно пробудиться, снять египетские одежды. Хотя они разноцветные. Опрокинуть столы, с которой питаются. И умирают молодые люди. Что это за форма? Что за это заслужение? Где эфот? Кроме настал Береглормина. Мужья, одевайте эфот. Входите в Совет Неба. Передайте волю на землю. Аминь. Раменус Киберлайду столмина. Рука не стала короче, чтобы спасать и миловать. Почему из них могли рабы мы и напередомой? Потому что нет молитвы. Нет тех людей, которые бы стояли в проломе. Плачут старцы и старцы, вспоминая славу прежнего храма. Но кто сказал, что сократилась милость? Кто сказал, что не будет позднего дождя, когда облака двигаются над Украиной и пройдет пробуждение? Аминь. Если ты не хочешь, если ты стоишь в стороне, подниму камни. Там, где они отторгнуты. Там, где они откинуты. И я, кроме Наглойда столмина, говорит Господь, в короткое время отшлифую и поставлю, как столбы. Время торжествовать народу Господнему. Время воспевать духом. Аминь. Радмену скиберилайду столмина. Ибо поздний дождь приближается. Куда его излить, когда сердце твое переполнено? А за все отвечает золото и серебро. Что это бренит? Что это звенит? Кремелегел фарагломина. Разве не крема из углормина? Не знаете, что оно бесценится? Оно уйдет, как пришло. А тот, что собирается у алтаря Господня, Оно вечно. И как ныне важно пересмотреть головы свои. Что на голове твоей? Царская корона или венец славы человеческой? А воотче, цари и священники, будьте достойны призвания, Дабы из рога сегодня вылилась благодать на головы ваш. Аминь. Дабы уста они были употреблены, как урудия, И разбили твердые и черствые сердца. Дабы ноги сгибались гордецов и склонялись перед истинною, Склонялись перед тем, перед которым вскоре склонится вся земля. Милость дана. В раментус ты береги бедек лормина. Шаги слышны по земле. Я говорю разными методами и стихиями природы и болезнями. Это напоминание того, что близок день восхищения народа моего. Аминь. 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 Тебе, Иисус, дякую Тебе, Иисус, Аллилуйя, благословенне Твое имя, хвала Тоби, хвала Тоби, хранитель Израиля, Аллилуйя, лаур, манего, что Ты згораешь народ, и я б кажу, что я б подкрыла свои, что Ты греешь, и гадуешь славу Тебе, Отче, Аллилуйя, слава Духу Святому, амінь, благословен Господь, дякую Тебе, прослав Твоє имя, вилуй Господи, благодать на благодать, потіш кожне серце, зігрій Духом Святим, яви Твою славу, хай колються Твої ріки, живої води в ім'я Ісуса Христа, Аллилуйя, Господи, будьте прославлено звеличений, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаєм винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, по віки, амінь. Глоби, Гочуя, співать, Аллилуйя, О, мій Господь, я тобою живу, за радість спасіння Тебе прославляю, і, Аллилуйя, співаю. За радість спасіння Тебе прославляю, і, Аллилуйя, співаю. Сила Твоя і смерти немає, Твоя любов серцем добри встає, Пішки, мій Бог, я Тебе прославляю, і, Аллилуйя, співаю. Пішки, мій Бог, я Тебе прославляю, і, Аллилуйя, співаю. Я прагну так скрізь тобі бути вірним, Жити з тобою, співати тобі. Чашу страждань свистом поділяю, і, Аллилуйя, співаю. Чашу страждань свистом поділяю, І, Аллилуйя, співаю. Чашу страждань свистом поділяю, І, Аллилуйя, співаю. Чашу страждань свистом поділяю, Чашу страждань свистом поділяю, І, Аллилуйя, співаю. Зарадість спасіння Тебе прославляю, І, Аллилуйя, співаю. Брати і сестри, народ Божий, хочеться найперше разом з вами прославити Господа. Слава Богу! Той, який повелів сьогодні сонцю зійти над землею, Який повелів битися нашим серцям, Він сьогодні на цьому місці є святим духом. Аллилуйя йому. І я вас також вітаю, любі мої, І з нашим святом. Святом церкви Христовує. Пригадуються слова одного вірша, Ще з юноці пам'ятаю, з дитинства його. Сьогодні світлий праздник християн. Начало церкві, день її рождення. Ми спомінаємо, як був Богом дан Дух істини для многих поколеній. Аллилуйя Богу нашому. Це світле свято. І це свято особисто нашого життя. Адже ми вкусили і переконалися, Який добрий Господь. І Він любов'ю обгорнув серце наше, Життя наше, покликав за собою. І записав наше ім'я в книгу життя. Книгу життя вічного. Я думаю, що в ці дні святкові Ми згадуємо той день, коли ми особисто Отримали хрещення Святим Духом. Звичайно, Дух Святий ще до того виконував працю свою. Він привів нас до покаяння. Він дав нам сознати, що ми грішники перед лицем Господнім. Першов час, коли ми увірували в Ісуса Христа. І Господь простив гріхи наші. Ми вступили в завіт з Господом. І Він вилив благодать на благодать. Алілуя йому. Хай Бог допоможе дорожити тим. Не вгашати Духа Святого. Щоб не було йому тісно. Чомусь пам'ятаю цей випадок, коли один брат, служитель, він попав в аварію, серйозну аварію, і життя його згасало. Він дуже сильно мучився від болів. То прийде в свідомість, то знову тратить свідомість. І ви знаєте, коли одного разу він прийшов в свідомість, помолився до Господа і сказав, Боже, я вже втомився. Я не хочу так втомитися. Забери мене з цієї землі. Я втомився. І ви знаєте, коли він помолився і заснув, явився йому Господь. І сказав йому, я підніму тебе. Але ти повинен говорити про три речі в моєму народі. Перше, ти повинен говорити про це, що стало тісно в народі Божому для Духа Святого. Друге, про діла милосердя. Не стало милосердник на землі. І третє, говорив про те, що останній час. І він сказав, добре, Господи, я буду говорити. І ви знаєте, Господь його підняв. Слава Богу нашому. І ще й сказав йому, що ти будеш свідкувати в великих служіннях. І він думав, як це буде. Я не уявляю, я ніколи в великих церквах не проповідую. Маленькій сільській церкві ні служіння. Але дивлюся, наші церкви було служіння дуже багато людей. І йде цей брат, так помаленьку йде. І він засвідкував про велику милість Господню, яку Бог явив в Його житті. Братя і сестри, чуєте, про що Бог говорить? Перше, що стало тісно для Духа Святого в народі Божьому. А це є серйозна проблема. Як же ж може витіснятися Дух Святий? Ми порою думаємо тільки через гріх, через беззаконня. Так, це в першу чергу. Любі друзі, коли є наші порядки, коли сьогодні обрядовість, а не дія Духа Святого, Дух Святий може витіснятися більше і більше. Але я вірю, що ми зібралися на цьому місці для того, щоб дати Йому місця в нашому житті. Алілуя Йому! Він вже наповняє посудини свої. Він вже звершає працю свою. Він буде її продовжувати. Для слави Божої, хай все це буде, це служіння. Читаю Боже Слово. Четверта книга царів, четвертий розділ. І читаю з другого вірша. І сказав Єлисей, що мені зробити для тебе? Скажи мені, що є в тебе в домі? Вона сказала, немає нічого в роби твоєї, крім посудини з оливою. Ми знаємо добре цю подію із старого заповіду за часів пророка Божого Єлисея, який був помазаний Господом. Жінка прийшла, вдова. Ми сьогодні чули, яка важка доля сиріцька. Яка важка доля є вдовина. Бог каже, що я є батько сирота. І суддя вдова, він заступається. Він піклується особливо про цих людей. І ось вона прийшла з проблемою, що робити. Прийшов чоловік, якому вині, забирає дітей в роби. А ти знаєш, що мій чоловік, раб твій, боявся, Господа. Що робити тепер не хоче материнське серце. Противиться тому, щоб її сини йшли в роби. Що робити, а немає нікде розв'язки. Що є в домі твоєму? Питання стоїть. І вона каже, немає нічого в роби. Твоєї тільки посудина з оливою. І є порада від Господа. Піди до твоїх сусідів. Візьміть посудини. І починай наливати те масло, яке є в твоєму домі. Починай наливати. Повні відставляй. І ви знаєте, жінка повірила слову Господньому, яке звучало через цього чоловіка Божого. Можливо, інша б так не зробила. І сказала, що говориться, Єлисей. Як так може бути? Навіщо я буду заготовлювати ці посудини? Що ж це дасть? Яка буде розв'язка? Але вона сказала, вона послухала, і вона розуміла, що цим чоловіком є Господь. Там є помазання Боже. Алілуя. І буде так, як сказав Бог. І бачимо, так вона і зробила. Вже поналивала. Таке чудо звершилося. Чудо Господнє. І знов йде до Пророка Божого. Що далі робити? Здається вже, знай, що робити. Хіба не знаєш, що робити? Але далі питається поради Божої. І він каже, йди продай, заплати борг. А решта, що залишиться, буде жити ти і діти твої з тобою. Алілуя Богу нашому. Отакий дивний Господь. Браті і сестри, я хочу сьогодні зупинитися на тим питанням. Що є в твоєму домі? Ми сьогодні є на цьому місці перед лицем Божим. Слово Боже каже, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я. Каже Христос, я посередині вас. Я думаю, не треба переконувати. Але з самого початку служіння наші серця відчули. Господь прийшов на це місце. Алілуя йому. Він Бог чудес і знамен. Сьогодні по багатьох місцях дощи проливні. А на цьому місці така гарна погода, дарована Господу. Щоб ім'я Господнє прославилося. Щоб народ Божий пив з джерела Господнього. І пішов з цього місця благословений Богом. Що є в домі твоєму? І пригадується мені свого часу Захей. Дуже хотів побачити Ісуса Христа. І пішов на дорогу. Лишив свій дім. Пішов на дорогу. Там має Ісус проходити. І заліз на дерево, тому що маленький був на зріст. Ось Ісус йде. Він бачив Захея. І звернувся до нього і казав Захею. Зійди скоріше. Бо сьогодні, бо сьогодні не тільки буде зустріч на дорозі. Але сьогодні мені потрібно бути в твоєму домі. І він скоренько зійшов. І свого часу сказав Христос. Нині прийшло спасіння для цього дому. Бо і він син Авраама. Алілуя Богу нашому. Що є в твоєму домі? Браті і сестри, може ви чули? Така трагедія сталася не так неподалік. У одному із сіл Рівненської області. Маленький хлопчик. Мав тільки в школу йти осінню. Батьки наготовили дещо для колорадського жука. Налили в бутилочку. Батько відійшов, щоб воду взяти. І цей хлопчик взяв швиденько ту бутилку з-під живчика. І один ковток. Один ковток. Хватило. Спочатку нічого не казав. А потім вже признався, але було пізно. Не врятували дитини. Вчора великий похорон. Все село зібралося. З'їхалося дуже багато людей. Не могли заспокоїти батьків. Рікарі. Рікарська допомога. Похоронили дитину. Не стало такого гарного хлопчика. Якого любили батьки дуже. Як свою дитину. Сусіди любили його. І ви знаєте, в тому домі сьогодні плач. І я знаю, що церква Ісуса Христа зібрана в збужі. Щоб такі дома підтримати в молитві. Перед цим Господнім. Алілуя. Тому що там в домі плач. Тому що там переживання. Там не можна заспокоїти матері. Як написано, плаче Рахіль за дітей своїх. І не може утішитися. Тому що немає їх. А що сьогодні у твоєму домі? Може ти вийшов сьогодні з великим благословінням? Може у твоєму домі мир і спокій? Благодать Божу наповняє твій дім, твою сім'ю, твою родину. Тому на цьому місці вже прослав ім'я Ісуса Христа. І скажи, слава тобі, Ісус! Що ти живеш в моєму домі. Що ти даєш твоє благословіння. І піклування твоє таке велике. Ми порою звикаємся. Піднялися зранку. Все нормально. Живі, здорові. Поснідали. Одягнулися і пішли. І все як звичне, як привичне. А скільки сьогодні сліз проливається. Стогне і плаче сьогодні земля. Від людського горя і переживань. А ти сьогодні на цьому місці радієш присутності Божій. Алілуйя, амінь. Хвала Ісусу! Що в домі твоїм? Може, в домі твоїм плач і горе сьогодні? Може, мама твоя хвора, паралізована? І ти прийшла сьогодні, прийшов заявити з Божі? То знай, Христос сказав Захею, не тільки на дорозі зустріч, але сьогодні треба бути в твоєму домі. Алілуйя, Богу нашому! Сьогодні проблема і переживання серед людей. Ми сьогодні є свідками того, як в домах є сьогодні горе і переживання. Тому що диявол сьогодні руйнує сім'ї. І по місцях Дух Святий сказав, особливо усельте молитву за сім'ї молоді, тому що диявол терзає сьогодні, знущається над ними. Молоді люди живуть під одною покривлею, а середця не разом, а любові немає, взаєморозуміння немає, що робити. Сумна статистика за океаном, і з інших держав, і в Україні сумне положення. Браті і сестри, але сьогодні в збужжі церква Христова зібрана, щоб підняти вопль, підняти молитву за сім'ї і сказати Господь, зайди в кожен дім. Витри сльози, там де сьогодні зойк, там де сьогодні проблеми, там де сьогодні соблазни проходять. Серед християн, зайди Господь туди. А я знаю, він лікар над лікарями, він лікар душі, духа і тіла, він лікує розбиті серця, він лікує поранені сім'ї, тому що він є лікар над лікарями. Алілуя Богу нашому, що в твоєму домі сьогодні? Можливо, ти скажеш, як ця жінка, нема нічого, проблеми, переживання, але якщо є посудна з оливою, благо тобі, благословений ти, від того буде жити сім'я твоя, тому що олива Духа Святого, вона буде примножуватися більше і більше. Алілуя, амінь. І прийде благословіння Боже. Як сьогодні багато домів закритих, як багато сьогодні людей закритих, ви пам'ятаєте цю жінку, яке було даровано сина через Єлисея, пророка Божого, через нього було слово від Господа, і цій сім'ї був даний син, благословений дитя, тішилися батьки, але сталося, в один момент захворіло дитя, до батька привели, батько подивився, каже, швиденько заведіть до матері. Завели до матері, і дитя помирає, нікому нічого не кажеться, жінка швиденько занесла його в кімнату, і швиденько спішить до пророка Божого. І коли вийшов слуга цього пророка, то спитав, пам'ятаєте, чи здорова ти, чи здоровий твій чоловік, чи здорове твоє дитя. А вона каже, здорові, чому вона так сказала, не відкрилася для цього слуги. Сьогодні є багато людей, які не так скоро відкриються, які закриті в своїх переживаннях. Можливо, посмішка легенька на лиці, але серце плаче, душа плаче від переживань і від тих труднощів, які є в житті. Вона сказала, здорові, нічого не каже, але коли побачила пророка Господнього, впала до ніг його і залила слізми. І ми знаємо, через цього мужа Божого прийшла милість від Господа, і цей син ожив. Хвала Богу нашому, що є в домі твоєму. Може, ти закрився, може, ти сьогодні не поділяєшся своїми переживаннями з твоїми рідними, а можливо, навіть і від служителів закрився. І ворог обманув тебе і сказав, а кому ти потрібен, кому потрібне горе твоє. І так сам собі, і плачеш, обливаєш постелю слізми. Я хочу сказати, сьогодні прийшов час відкрити двері для Господа, для благодаті Божої. Пригадую ще одну таку, такий приклад, і ми йдемо до молитви. Ви знаєте, одного разу в одному селі жила там бабуся старенька, яка була вдовою, і здоров'я її все більше і більше. Погіршувалося, вона не мала нікого з рідних, і прийшла одного разу до розпачу. Наколола останні ті дрова, більшого здоров'я нема. І в той момент, коли вже розпач, диявол підійшов і каже, а для чого ж ти живеш? А хіба таке життя тобі потрібне? І вона ці останні дрова поклала до пічки своєї, запалила їх і закрила комена. А наше таке життя? Диявол обманув. І ви знаєте, але в той момент дві місіонерки, дві сестри, молодих, були там в тому селі, вони підійшли і так постукали в двері. А то хто прийшов? Вона так подумала, кому я потрібна? Відкрила двері, а вони прийшли їй кажуть, ми прийшли вам сказати про Господа, Ісуса Христа. Може, вам треба допомогти? І вона зраділа. Невже я комусь потрібна? І коли вона піднялася, коли запросила їх в свій дім, то помаленьку підійшла до цієї пічки, відкрила комена, тому що зрозуміла, що є надія на життя. Зрозуміла, що вона комусь потрібна, що нею хтось піклується. Браті і сестри, ми йдемо зараз до молитви. Що є в домі твоєму? Нехай Бог благословить жертвів не кожного дому і кожної сім'ї. Можливо, він зруйнований. Можливо, диявол обікрав. Можливо, є переживання. Звернися сьогодні до Ісуса Христа. Звернись до начальника життя. Він вількує душу твою. Він вількує сім'ю твою. О, ні! Не буде розводу. Хай не буде так. Хай не буде соблазно. Хай твої діти щасливо живуть для слави Божої. Нехай молоді сім'ї укріпляються в Божій благодаті. Тому що Бог їх хоче благословляти. І в нас зараз буде молитва для слави Божої. Сестрі, брати, тут є одна сестричка з Москви. Температура. І просить вже помолитися. Ангіна, температура. І поступила така записка. І один служитель мені телефонував. Помоліться за брата Андрія Кочарук. Місто Костопіль. Тяжко хворий. Удаливий желудок поджелудочно. В тяжкому стані. Тоже просять термінової молитви. Молимся. Алінуя, амінь. Харабадалаудис кимене гейш. Алінуя. Алінуя. Ти бачиш ті потреби. Ти бачиш всі переживання. Ти бачиш хворих людей. Ти бачиш ісусу стру. Якою температура. І імені Ісуса Христа наказує. Хай вийде ця гарячка імені Ісуса Христа. Алінуя, амінь. Ти Бог, ісцеляюший на місці цьому. І хвана твоя зупинилася, щоб благословляти народ твій. Алінуя. Хай притуркається народ твій вже. З вірою до риз твоїх. Хай приходить ісцінення души, духа і тіла. Алінуя, амінь. Тому що є Бог в Ізраїлі. Є Бог серед церкви своєї. Є помазання Боже. Є посудина з оливою. І не будуть люди рабами. Але буде випавлення. Розславиться ім'я твоє. Алінуя, серед церкви твоєї. По тих потребах просимо тебе. Вийди на зустріч для слави твоєї. Алінуя, амінь. Ти знаєш переживання кожного. Хто сьогодні прийшов на це місце, приїхав, можливо, здалеку. І ти знаєш, що вдома їхньому. Ти знаєш, що вдома чекає. Може, там п'яний чоловік погрожував. І чекає розлючений. Господі, я прошу тебе, зайди в дома народу твоєго. Зайди в дома християн. Утре сльози. Господі, з ними болі. Амінь. Там на дияволу вдалося проникну середину. І він обдарає красу ту домівість сімей. Сьогодні приземаємо ім'я Твоє Боже. Помилуй край наш. Помилуй землю нашу. І стіли, Господі, землю нашу. І стіляй сім'ї. Бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алінуя. Алінуя. Ти вчора сьогодні і повіки не зміни. І тобі все покоряється. Алінуя, начальник життя. Я прошу тебе, нехай відновляються. Відбудовуються сімейні жертвівники. Там, де дамо молитви немає. Там, де, Господи, серця батьків і дітей. Відвернуті одне від одного. Я прошу тебе, зайди в ті дома. Зайди в ті дома. Ти бачиш цю маму, яка плаче. І зараз каже, Господи, зайди в мій дім. Ісус. Ми молимося на цьому місці. А ти в дій домах вже буде працю свою. Звільняй полонених. Ім'я Ісуса хай звільняються наркомани, алкоголіки. Ім'я Ісуса Христа. Фарамена лаудеріві лічення. Алілюя, амінь. Моя молитва сьогодні за помазанок і у твоїх. Щоб у них було твоє помазання. Щоб вони розуміли людей. Щоб люди відкривалися. Не закривалися в своєму житті. Не закривалися в своїх серцях. Хай в домах ти перебуваєш, як свого часу там, в Іфанії, в домі лазеря. В домі сестер, де ти любив заходити часто туди. Зайди сьогодні вдома. Алілюя, амінь. Братя і сестри, я звертаюся до всіх присутніх, у кого є серйозні переживання. І сьогодні особливо плаче перед Господом. Боже, зайди в мій дім. Потрібен ремонт, потрібна переміна, потрібне сцілення. Підніміть ваші руки во ім'я Ісуса Христа. Молимося, братя і сестри. Ти бачиш ці руки, Господь, підняті. Алілюя, ти знаєш, що ти в домах? Ісус, Ісус, не відпажи, завітай до кожної селі. Алілюя. Я вірю, що ці руки піднялися з вірою. І я вірю, що переміна в предертих домах. Амінь. Алілюя. Хай відкриваються двері. Хай сонце благодаті залітає туди. Я прошу тебе. Замість плачу, замість порвот. Хай буде радість в тих домах. Хай вертаються блутні сини і доцьки. Алілюя, амінь. Хай старість поважається в тих домах. Там, де дьявол обикрав сьогодні труськи. Я прошу тебе. Амінь. Амінь, Ремена Гею, пара бадалавдис. Кінтура бадаланія, Ремена Гею, пара бадалавдис. Алілюя. Алілюя. Дружовий Господь, свято ім'я Твоє. Амінь. Я дякую Тобі, що Ти будеш відбудовувати, Ти будеш ремонтувати, Ти будеш лікувати. Алілюя. І не одна мама зарадіє сьогодні. Господь буде обнімати Сина Свою і Дочку Свою, тому що Ти чуєш молитви і чаша доповняється. Алілюя. Амінь. Арамена Гею, пара бадалавдис. Алілюя. Амінь. Алілюя. Жовий Господь, Божева душа наша. Алілюя. Алілюя. І іменем Ісуса Христа, хай руйнуються твердині диявольські. В тих домах, в сім'ях, де сьогодні просять Твої діти і іменем Ісуса Христа. Сувереши роботу Твою. Амінь. Пана Менаглавдирів і рече одесь. І з ціляй поранені сім'ї. Але дияволь забрав саме дороге. Де забрав любов. Де забрав взаєморозуміння. Господь, завітай туди, даруй покаяння. Щоби всі речі негодні винести з домів. Щоби чистка Твоя пройшла. Амінь. Щоби діти не були пов'язані з сілею ворожої. Щоби очі дітей піднімалися в небеса. Хримена науфарабадананія, ремена чеудис. Алілуя, амінь. Ти звільняюши від всякої залежності. Ти Божений. Алілуя. 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 Ми поклоняємося перед радичу Твоєю. Ми дякуємо Тобі за почуту молитву. І впродовж цього служіння виливай Твою благодать. Говори до кожного серця. Та й укріпляється віра. Тобі одному слава. Тобі подяка. Чест, поклін. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. С Восходом Солнця Новий День Пришел. Кому-то счастье он принес, кому-то неудачу. Но, як би не було, у житні свій закон. Всье, що прошло, уже не возвращається. Нам хочеться порой вернуть счастливий миг. І ль болтарить прекрасніе мгновенья. Нам хочеться скорей забыть тот день, Кога, бать може, плакал в отчаянні. Но все пройдет, все пройдет, І радість, і неудачі, І життя пройдет, у житні свій закон. Але знай, мой друг, тому, Кто життя тебе назначив, В конце пути ты должен дати отчет. Ты дашь отчет. Один лише раз живем мы на земле, Один лише раз взошло над нами солнце, І жизнь пройдет, як цвет, що на траве. Не сможеш, друг мой, вернуть потом, що прожив. Земная життя – це як миг один в году, Це як пар, ісчезнувши мгновенно. Проходит життя, але це не конец, Це лише тільки вечності начало. Один лише раз дана нам жизнь, Прожить сумей, Чтоб после всех земных восходів і заката, Ты смог би встретити вечний новий день, І встретити вечність не во тьме, а в свете. Один лише раз дана нам жизнь, В жизни надо успеть На небо посмотреть, Друг другу улыбнуться, Сказать прости. В жизни надо успеть, Хоть одну песню спеть, Слава Богу вас дать, Иисуса принять. С Иисусом пойдеш, Смысл жизни поймеш, Радость, счастье и мир Для души обретеш. Вечний мир без конца, Вечний мир без конца ожидает тебя, Только надо успеть, На небо посмотреть. Один лише раз дана нам жизнь, Прожить сумей, Чтоб после всех земных восходів і заката, Ты смог бы встретить вечний новий день, Ты смог бы встретить вечний новий день, И встретить вечность не во тьме, а в свете. Один лише раз дана нам жизнь, Прожить сумей, Чтоб после всех земных восходів і заката, Ты смог бы встретить вечний новий день, И встретить вечность не во тьме, а в свете. Прожить сумей. Меня зовут Максим, мне 10 лет. Я родился в тюрьме и жил там 3 года. Потом меня увезли в детский дом. Когда моя мама освободилась, Она взяла меня, И мы вместе с ней поехали В церковь в город Буча. Мама покаялась и начала молиться. Она чувствовала, Раздражалась на меня и кричала на меня. А бывало, что я очень сильно била. Но я всегда любил маму. После водного крещения мы с ней поехали В село Пулыповичи И стали там проповедовать об Иисусе. Потом дьявол обманул маму. Мама ушла из церкви И забрала меня с собой. Она начала пить, курить и гулять. Мы ночевали на улице и в разных домах. Однажды на одном притоне Меня одна бабушка ударила с ноги в живот. Я упал, потерял сознание. На следующий день За мной приехала скорая И взяла меня в реанимацию. Мама бросила меня И испугалась Но Иисус меня не бросил Церковь Замеля Молилась Потом меня проверили И видели, что у меня лопнул Желчный пузырь И мне его удалили Потом у меня еще было Воспаление легких и дистрофия Потом за меня все равно Молилась вся церковь И я здоров Потом после больницы У меня стало сильно болеть сердце Врачи меня проверили И увидели, что у меня Отрывается сердечный клапан Пока меня готовили к операции Он оторвался И всю мою жизнь Бог держал на волоске Церковь молилась И постилась И вот я полностью уже здоров Меня взяли Лада и Женя в семью Три года назад Я у них еще живу Когда я вырасту Я буду проповедником Как мой папа Меня Бог крестил Богом святым Слава Богу Слава Богу Написано, что вы примете силу И будете мне свидетелями И я благодарна Господу За то, что И я сегодня приняла эту силу И являюсь свидетелем Любви и милости Божьей Я родилась в культурной Интеллигентной семье В нашем доме Никогда не было Сор, скандалов Не распивали спиртные напитки Нас правильно Хорошо учили Но в нашем доме Никогда не было Бога А Боги никогда не говорили Ни хорошо, ни плохо И конечно же Такая безбожная жизнь Она не могла привести Ни к чему хорошему Хоть и хорошая культурная семья И я оказалась Ребенком Богатых родителей Которые были заняты Своей карьерой Своей работой И совсем не занимались мною В 16 лет Я уже была сформирована Как личность И я оказалась На скамье подсудимых Сидя в колонии Я получила большой срок И сидя в колонии Однажды в одиночной камере Я вдруг задумалась А в чем же смысл Жизни Что это такое Может быть Нет никакого смысла Может быть Люди придумали эти слова И прячутся за этими словами Тогда Думая И рассуждая об этом Я не понимала Что Бог стучится в мое сердце В колонии Я попробовала наркотики Когда освобождалась Я уже была Наркоманкой в зависимости Я приехала домой Меня встретила моя семья Я поступила в институт На театроведа С экономическим уклоном Пошла работать К моим родителям В филармонию Очень быстрый Такой карьерный рост Через 7 месяцев Я уже была Главным администратором Киевской национальной филармонии Интересные люди Вокруг меня Учеба Работа Но никто Никто из тех людей Которые были рядом Со мной Не догадывались Что у меня есть Еще одна жизнь Это наркотики И притоны Дома Где их готовят И употребляют Шло время И Через несколько лет Я уже не могла Все это совмещать Я оставила институт Оставила работу И Мои родители Узнали о том Что я В наркотической зависимости Уже несколько лет Все мои родные Все мои близкие Они отказались от меня Осталась рядом со мной мама И мы стали бороться С этой проблемой Мы не знали Кому нам пойти Мы не знали Кому нам обратиться Поэтому мы Обратились к врачам Врачи обещали Успех Гарантировали результат Но они ничего Не могли сделать Мы платили деньги Они назначали курс лечения Но ничего не менялось Тогда мы обратились К экстрасенсам Экстрасенсы тоже Показывали свои дипломы Гарантировали успех Давали нам Какие-то обещания Но Тоже ничего не менялось В моей жизни Несколько раз Меня ложили Несколько раз Меня ложили В психиатрическую клинику Потому что И там обещали помочь Но Все эти лечения Они не приносили Никаких результатов Чистили мою кровь Но Внутри Я все равно Оставалась В этой страшной проблеме В этой зависимости Шло время Шли годы Я тяжело болела Я видела Что я не могу освободиться От этой зависимости Все мои родные Все мои близкие Отказались от меня Мама была еще рядом Она пыталась мне Как-то помочь И вот однажды В наш дом Пришла Женщина Которая сказала У вас проблемы Потому что нет Бога И ушла Когда она ушла Знаете Я подумала об этом Я стала думать Да действительно Пожалуй Это единственное место Куда мы еще не обращались Церковь и Бог И у меня внутри Появилась надежда Загорелась искорка Мы Через несколько дней Поехали в православный храм Договорились там Со служителем Меня крестили Маму крестили Священник приехал В наш дом Он совершил обряд Прочитал молитву И уехал Когда он уехал Я Открыла холодильник Достала оттуда Дозу наркотика И укололась И тогда Сидя с этим Пустым Окровавленным Шприцом В кресле Я сказала Бог Тебя нету А если есть То где-то далеко А если есть То не для меня Это была Последняя надежда За которую я ухватилась Я видела Мне не могут помочь Экстрасенсы Мне не могут помочь Врачи Я сама себе Не могла помочь Мне Не могли помочь Маминой слезы И мне не помог Бог Но я благодарна Богу За его милость И за его верность Он увидел Эту искорку В моем сердце И он не оставил Не оставил Меня Через очень короткое Время В наш дом Пришла Церковь В лице Одной сестры Очень простой Это Она не была Великим Помазанником Она Не была С какими-то Сверхъестественными Дарованиями Она была Наполнена Любовью Господа Она пришла В очень простой Одежде С очень простой Прической С необыкновенными Глазами И с сердцем В котором Был Дух Святой Она пришла И в такой Простоте Стала говорить Нам о Боге О Его Любви Я не слушала Ее Потому что Мое сердце Было наполнено Болью Было наполнено Ненавистью Но ее Стала слушать Моя мама И мама Стала молиться В моей жизни Стали происходить Странные Непонятные На то время Для меня Вещи Я стала Еще тяжелее Болеть Я стала Попадать В больницы С разными Диагнозами Очень скоро Я попала В больницу У меня Началась Газовая Гангрена Ноги И Нога Ниже колена Почернела Потемнела Покрылась Волдырями И пошел Трупный запах Врачи Сказали Что в понедельник В 10 часов Утра Мне будут Ногу Ампутировать Когда я лежала В больнице И ожидала Этой операции Пришла Эта сестричка И сказала Попробуй Помолись Она ушла Я не помню Сейчас О чем я тогда Молилась Но помню Точно что молилась В 10 часов утра Пришел врач И сказал Мы не можем Тебе сделать операцию Потому что У нас нет Для тебя лекарства Нужно подождать Лекарство Долго не приходило Вы знаете Когда пришла Эта сестричка Меня проведать Она увидела Что я Все в той же кровати С двумя ногами Она просто Не в силах Была сдержать Ликование И она так громко Начала славить Господа И она плакала И я не понимала Чему она радуется И что с ней происходит В очередной раз Оскорбив Ее выставив За дверь И я осталась Одна В палате Вы знаете Лекарство Не приходило И не приходило Оно не пришло Через 5 дней И через Через 10 дней Оно не пришло И через 2 недели Меня выписали Потому что в ноге Появилась жизнь Пятна ушли Волдыри исчезли Исчез запах Нога стала розоветь И я ушла Из больницы На двух своих ногах Я не знала Что это был Бог И для меня Это не было чудом Спустя годы Уже когда я была В церкви И знала Господа Я узнала Что произошло тогда Когда она Услышала Что меня готовят К такой серьезной операции Она пришла домой Собрала своих детей Младшему на то время Было 7 лет Она собрала своих Трех сыновей И сказала Что меня готовят К такой операции И они Стали В проломе За меня И эти дети Целые сутки Молились И постились Обо мне Чтобы Бог Явил свою милость Я узнала об этом Когда я знала Господа И когда я узнала Об этом Мое сердце Оно так сильно Наполнилось Благодарностью Ну а тогда В то время Для меня Это не было чудом И возможно Если бы я узнала Об этом Ничего бы не изменилось В моей жизни Еще через короткое время Я Попадаю в больницу Мы не должны были Ампутировать Вторую ногу Там тоже Произошел Очень серьезный Серьезная Такая Там лопнула Паховая вена И внутреннее Кровотечение Было очень сильное Меня привезли В коме В больницу И врач Сказал моей маме Что Мы жизнь Постараемся Спасти Но ногу до бедра Будем ампутировать Мама стояла Под операционной Молилась Молилась Церковь Сестричка Обзвонила Всех своих друзей Знакомых И стали молиться Во время операции Врач принял решение Спасать не только Жизнь Но и ногу Он сделал Очень сложную Операцию И удалил Семнадцать с половиной Сантиметров Вены И поставил Туда искусственную Эта операция На то время Стоила больших денег И ее делали В редких случаях Но сам Господь Тогда управлял Руками этого врача И после операции Врач мне сказал Что я Ближайшие полтора Два года Не смогу ходить Когда через два месяца Я вошла к нему В кабинет Он посмотрел на меня И сказал Я не понимаю Что с тобой происходит И я не понимала Я после этого Стала еще тяжелее болеть И были такие Были такие периоды Когда я лежала В постели И просто по нескольку дней Не могла подняться Мне было очень тяжело У меня начался Тромбофлебит Обеих рук Обеих ног Я вся отекала У меня пропадал слух Пропадало зрение И знаете Я в том месте В котором я жила Я ходила по улицам Просто как Как чудовище Люди плевали мне вслед Люди проклинали меня Меня никто не любил Меня все ненавидели И я ненавидела всех Когда я стала Еще тяжелее болеть Мы поехали с мамой В диагностический центр В Киеве Меня проверили И когда мы стояли В коридоре И ожидали врача Он вышел У него в руках был Большой лист бумаги И списанный весь Сверху донизу Он начал читать Что там написано И я попросила его Скажите что у меня Он сказал У тебя распад Всех внутренностей Я никогда такого не видел У тебя нет ни одного органа Который бы нормально работал Некоторых органов Мы просто не нашли Самое большее Сколько ты можешь Протянуть это два месяца И ты будешь жить До тех пор Пока ты употребляешь Наркотики Как только ты их оставишь Твой организм Прекратит действовать Весь этот большой список Заканчивался Диагнозом ВИЧ Я понимала Это конец И с этим мы поехали домой Я ехала домой И я внутри себя радовалась Я понимала Все Мне осталось недолго Я не буду больше мучиться Мы приехали домой И стали готовиться К моим похоронам Мама Готовила Консервацию Которая должна была быть Поставлена На стол В день моих похорон Мы вместе с ней Поехали Купили платье В котором я должна была Лечь в гроб И начался самый страшный период В моей жизни Жизнь В которой нет жизни Жизнь В которой нет никакой надежды Нет никаких мечтаний И нет никаких планов Когда я ложилась спать Я понимала Что я могу не проснуться утром Просыпаясь утром Я понимала Что я могу не дожить До конца этого дня Моя кровать стояла у окна И была весна Я смотрела Я понимала Это последняя весна В моей жизни Но церковь Продолжала молиться за меня И эта сестричка Продолжала ходить в наш дом И мама молилась Однажды Я пришла домой И мама сказала мне Хочешь ли ты оставить наркотики Я сказала нет Зачем мы об этом опять говорим Она сказала Ты знаешь Есть возможность И что-то стала мне говорить Рассказывать Я сказала нет Для меня нет никакой возможности Она стала говорить мне И рассказывать Что рядом в поселке Буча Есть удивительная церковь В которой Бог Не только спасает людей Но исцеляет от всех болезней И освобождает от греха И еще она что-то говорила Говорила И вдруг она сказала слова Которые остановили мое внимание Она сказала Эти люди помощь Предлагают бесплатно Я привыкла к тому Что мы платили И никто мне не мог помочь Но вдруг оказались Те, которые хотят помочь мне бесплатно И это меня заинтересовало И я сказала Хорошо Мы поедем Посмотрим Но я ничего тебе не обещаю А ближайшее же воскресенье Будучи в сильном Наркотическом и алкогольном опьянении Я впервые в своей жизни поехала На богослужение в церковь Когда мы приехали В мою церковь И я переступила порог Молитвенного дома Что-то стало сразу происходить со мной Какое-то необыкновенное присутствие Я сразу же ощутила Было такое чувство Что на меня кто-то смотрит Меня кто-то рассматривает Но я смотрела на людей И я видела Что никто не смотрит на меня Но я понимала Кто-то меня видит Потом в этот день Я услышала Первую проповедь В своей жизни Которая была Совсем непонятна мне Но мне было интересно О чем говорил этот человек И последнее Что произошло В тот день Это когда Моя церковь стала И начала молиться Когда эти люди Стали молиться Что-то сломалось Внутри меня Я смотрела на этих людей И я увидела Что они счастливы Счастливы По-настоящему Что они имеют то Чего я искала всю жизнь Я достала сигареты Из кармана Протянула их маме И сказала На выброси Я больше никогда Не буду курить Еще через несколько минут Я сказала Наркотик Который остался дома Ты поедь его Выли Уничтожь выброси Я не буду больше колоться Я смотрела на этих людей Которые были рядом Меня Рядом со мной Мне захотелось Остаться с ними И быть такой же Как они Я не вернулась Больше домой И осталась В центре социальной реабилитации Который только открылся И три дня Живя с этими людьми Я наблюдала за ними Я смотрела Как они молятся Как они кушают Как они разговаривают Между собой И к концу третьего дня Я заметила Удивительный факт Что эти необыкновенные люди Как говорят Так и живут Для меня это было Великим чудом Я привыкла жить В мире лжи В мире обмана Я знала Что все обманывают И вдруг Я увидела людей Которые живут По правде Меня еще более Стало это привлекать И К концу третьего дня Я склонила Что это Но я в такой простоте Сказала Бог мой Я хочу Иметь то Что имеют эти люди Дай мне это И Бог явил Великую милость Дух Святой Начал трудиться Над моим сердцем Он Не только исцелял Мое тело Но исцелял Мою внутренность И мое сердце Он обновлял меня Знаете И Очень сильно Стал Стал меня менять У меня появились Новые мысли Новые желания И через две недели Я склонила Свои колени И сказала Господь Я посвящаю Свою жизнь Тебе Уже Больше десяти лет Я следую За Господом И по Его Великой милости Могу хранить Ему верность Я благодарна За это Богу Дух Святой Трудился Над моим сердцем Я стала Служить Господу Я последовала За Ним И ни разу За эти годы Я не пожалела Об этом Даже когда были Трудности В нашей семье Даже когда были Даже когда Беда приходила Знаете Я никогда Не пожалела О том Что пошла За Господом Через Три года Брат Нашей церкви Служитель Сделал мне Предложение И нам позволили Пожениться Я имела Диагноз Бесплодие И я знала Что у меня Никогда Не будет Детей И я согласна Была С этим Я Всегда думала Что я буду Служить Ну не будет Деток Я буду Служить Но не так Думал Господь Господь Дал нам Четырех Прекрасных Сыновей Мы Начали Трудиться И я Молилась О тюремном Служении И через два Года Братья Позволили Мне Трудиться В этом Служении Они Стали Брать Меня В тюрьмы Мы Стали Вместе Там Служить И Пришло Такое Время Когда В нашей Семье Оказалось Двое Деток Из тюрьмы Рожденные В тюрьме Мальчик И девочка Потом В нашем Доме В селе В котором Мы Живем Открылась Воскресная Школа И мы Стали Служить Детям Из Неблагополучных Семей Детки Приходили Разные Приходили Сложные Очень Больные Измученные Жизнью На притонах Измученные Жизнью От своих Родителей Мы Стали Служить Этим Деткам Мы Стали Заботиться О них И пришло Такое Время Когда Они Стали Оставаться В нашей Семье Сегодня У нас Семь Приемных Детей Мы Воспитываем Одиннадцать Детей По великой Милости Господа Господь Этих Деток Исцеляет Господь Этих Деток Поднимает На свои Высоты Крестит Их Духом Святым Сегодня Четверо Детей Крещенные Духом Святым В нашей Семье И мы Благодарны За это Господу И вся Наша Семья И все Наши дети Мы Служим Богу Мы Трудимся Для Него Мы Везде Говорим О Нем Мы Свидетельствуем О Нем И Самое Главное За что Я Благодарна Богу Это за то Что у меня Сегодня Есть Надежда Я помню Тот период В своей жизни Когда у меня Не было Надежды Когда у меня Не было Никаких Желаний И никаких Мечтаний Но сегодня У меня Есть надежда На уготованное Мне на небесах И этим И я Утешаюсь И этим Я живу И ради Этого Я Дружусь Да благословит Нас всех Господь Я хочу Сегодня Ободрить Тех Родителей Тех Матерей И отцов Которые Молятся За своих Неспасенных Детей Не оставляйте Их В молитвах Если Господь Пришел В мою Жизнь Если Бог Поднял Исцелил И спас Меня То это Обязательно Произойдет И в ваших Семьях Я хочу Сегодня Ободрить Тех Людей Которые Трудятся И благовествуют Пришла Простая Сестричка И рассказала О любви Божьей Не думай Что ты Если ты Не обладаешь Чем-то То ты Не сможешь Ты сможешь Ты обладаешь У тебя Есть Дух Святой У тебя Есть Великий Бог Который Живет Внутри Тебя И это Самое Великое Обладание Которое Мы Сегодня Имеем Иди Трудись Для Господа И ты Увидишь И ты Переживешь Что-то Необыкновенное И ты Увидишь Тех Людей Которым Ты Служил Которым Ты Проповедовал За Которых Ты Молился Ты Увидишь Их Рядом С собой Молящимися Стоящими На коленях И нет Большей Радости От этого Я хочу Сегодня Сказать Тем Кто Трудится Для Оставленных Детей Для Детей Которые Сегодня Растут На Притонах Трудитесь И дальше Трудитесь И вы Увидите Великий Плод Своего Труда Спасенные Спасенные Детки И они Тоже Будут Трудиться А те Кто Не Делает Этого Труда Попробуйте И вы Переживете Что-то Необыкновенное Да Благословит Нас Всех Господь Остаться Верными И дойти До Конца Аминь Братья Сестры Вместе С вами Я хочу Сказать Слава Богу Потому Что Он Действительно Достоин Славы Знаете Мы Много Рассуждаем Мы Много Слышим Думаем Но В продолжении Этого Служения Я хочу Прочитать Слово Господнее И Дальше Мы Будем Рассуждать Евангелие Марка Шестая Глава И Слово Божье Говорит Нам Так 32 Стих И Ниже И Отправились Пустынное Место В лодке Одни Ученики Народ Увидел Как они Отправились И Многие Узнали Их Бежали Туда Пешие Из Всех Городов И Предупредили Их И Собрались К Нему Иисус Вышед Увидел Множество Народа И Жалился Над Ними Потому Что Они Были Как Овцы Не И И Начал Учить Их Много И Как Времени Прошло Много Ученики Его Приступили К Нему Говорят Место Здесь Пустынное А Времени Уже Много Отпусти Их Чтобы Они Пошли В Окрестные Деревни И Селения И Купили Себе Хлеба Ибо Им Нечего Есть Но Он Сказал Им В ответ Вы Дайте Им Есть И Сказали Ему Разве Нам Пойти Купить Хлебов На Двести Динариев И Дать Им Есть Но Он Спросил Их Сколько У вас Хлебов Пойдите Посмотрите Они Узнавши Сказали Пять Хлебов И Две Рыбки Хвала Богу Братья Сестры Знаете Имея Возможность Сегодня Быть В этом Собрании Может Быть Кто-то Сегодня Думает Собрались Вот Здесь Сильные Люди Сильные Проповедники Собрались Пастыря Собрались Мэтт Епископа Но Вы Знаете Братья Сестры Мы Есть Все Люди Но Есть Среди Нас Тот Который Говорит Я Есть Бог Я Смотрю Вот Сижу Здесь И Думаю Господи Зачем Этот Народ Собрался На Это Место Знаете Когда мы Ехали На Это Место Мы Видели Как Спешат Сюда Люди Я Я Сегодня Смотрю И Думаю Господи А Что Дать Для Этих Людей Что Дать Утомленному Братья Сестры Что Дать Изнемогшему Что Дать Тому Которому Я Прочитал Множество Записок И В Одной Из Записок Написано Рукой Маленького Мальчика Которому Восемь Лет Он Здесь Стоит Помолитесь За Меня У Меня Не Растет Волос Он Написал Своей Рукой Что Дать Братья Сестры А Бог Говорит До Нас А Бог Говорит До Нас Вы Дайте Им Есть Мои Дорогие Может Быть Вы Думаете Что Если Мы Имели Такую Возможность Обеседовал С 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 Этой Перед Этим С С С С С С С Ждали Что Бог Отвечает Бог Делает Но Почему Из Сотни Делает Одному Из Тысячи Одному А 999 Остаются Почему Мои Дорогие Братья И Сестры Задался Литый Вопросом Почему Эту Сестру Он Поднял А Твоих Детей Не Поднимает Почему Она Получила А Я Не Получаю Мой Брат Сестра Может Быть Мы Сегодня Стоим Разводим Руками Но Я Вспоминаю Служение На Котором Я Был Здесь Многие Годы Назад Может Быть Вы Не Помните Но Я Помню Его Когда Дух Святой Сказал Обратившись Ко всему Народу Бог Он Тогда Сказал Чем Питаешься Ты Народ Мой Сидя У Голубых Экранов Вы Знаете Мои Дорогие Братья И Сестры Эти годы Я Жил Им Хвала Богу Чем Я Должен Был Питаться На Протяжении Этих Лет И С Чем Я Должен Был Приехать На Это Место Бог Положил На Мое Сердце Я Целую Неделю Рассуждал Об Этой Деревне Об Этом Служении Я Я Собирался Сюда Ехать Но Бог Положил Мои Дорогие И Я Думал А с Чем Мне Туда Ехать Братья И Сестры А с Чем Ехать Служители А с Чем Приехать На Это Место Пастыря А с Чем Стать На Это Место Аминь Народ Ужидает А Воочи Путник Утомлен Не Ужидает Аминь Аллилуйя Аминь Но Я Верю Он Пришел Он Пришел На Это Место Но Мои Дорогие Братья И Сестры Я Сегодня Рассуждаю И Думаю Господи Почему Почему Ответы Так Малые Почему Идут Вот Так Записки Почему Сюда Идет Вот Это Целое Можно Сказать Наполненные Сосуды Этих Всех Вопросов Почему Братья Сестры Скажите Неужели Вы Не Верите Господа Не Неужели Вы Сегодня Не Верующие Собрались Только На Это Место Не Неужели Вы Есть Те Которые Сегодня Думаете Что Волшебной Паночкой Вот Здесь Помолятся И Вы Будете Здоровы Мой Брат И Сестра Бог Сегодня Готовит Для Тебя Пищу Бог Готовил Несколько Лет Назад Эту Пищу Бог Тебе Говорил И Мне Говорил Питайся Пищей Неба Аминь 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 Ибо Идет Контроль Господен Не Обманывайтесь Бог Поругает Не Бывает Что Посеял Той Пожнешь Аминь Ибо Есть Действующий Господь И Сегодня Он Говорит До Каждой Души И Сегодня Он Зовет Каждую Душу Посмотри Не Знаю Мои Дорогие Братья И Сестры Трудно Говорить Сегодня Люди Привыкли И Любят Говорить Чтобы Им Преподали Что То Хорошее Чтобы Им Благословили Чтобы Им Сказали Что То Доброе Но Мои Брат Сестра Бог Это Приготовил Аминь Бог Приготовил Доброе Бог Приготовил Исцеление Бог Приготовил Освобождение Аллилуйя Аминь Но Что Скажешь Ты Ему Сегодня Что Скажу Я Сегодня Мои Дорогие Братья И Сестры Я Стою Перед Вами Но Небо Открыто И Он Видит Мое Состояние Он Видит Меня Какой Я Есть Он Видит Мою Внутренность Чем Я Стал И Мои Дорогие Красивый Костюм Прекрасно Одеты Но Он Видит Внутренность Твою Аминь Юноша Он Видит Твою Внутренность Он Видит Твое Сердце Мама Он Видит Тебя Девица Он Видит Тебя С чем Ты Пришла На Это Место Аминь Аминь И Была Молитва Чтобы Бог Вошел В семьи Но Братья Сказали Призвать К молитве И Дух Святой Положил Мне На Сердце Призвать К молитве Чтобы Дух Святой Вошел В наши Сердца Аминь А Чтобы Он Вошел Я Сегодня Говорю Тебе Наркомен Открой Свое Сердце Пред Богом Аминь Або Отче Блудник Скажи Богу Прелюбодей Открой Свое Сердце Або Отче Он Знает Твое Положение Аминь Ибо Идет Контроль Божий Мои Дорогие Братья И Сестры Одежда Моет Быть Покрывать Тело Но Сердце Видит Господь Не Жди Чтобы Он Пришел Как Судья Но Сегодня Заговори С Ним И Он Придет Как Милующий Бог Аминь Або Отче Скажи Где Был Вчера И Третьего Дня Скажи Что Смотрели Глаза Твои Вчера Аминь Ибо Не Имеешь Свободы А Он Приготовил Свободу На этом Месте Аскабарабарараудес Но Голос Твой Должен Быть Аллилуйя Аминь И Ты Должен Сказать Я Недавно Был Братья И Сестры На Собрании Это Было Великое Служение Там При Балтике И Когда Господь Наполнил Силой Святого Духа Одну Из Сестер Сосуда Божьего И Бог Поднял Ее И Она Пошла В ряды Мои Дорогие Братья И Сестры Она Подходила И Бог Открывал Все Состояние Людей И Бог Говорил Зачем Ходишь Туда И Туда Зачем Смотришь Вот Это Зачем Питаешься Вот Этим Зачем Делаешь Вот Это И Так Покаяние Сделай В этом И Исповедание Открой Свое Серце И Бог Есть Бог Милующий Аминь Но Бог Есть И Бог Взыскивающий И Поэтому Сегодня Не Обманывайтесь Братья И Сестры Он Пришел Сюда Не Просто Только Лечить Он Пришел Исцелять Души Аминь Здесь Очень Много Чтобы Исцелил Но Он В первую Очередь Будет Исцелять Душу А Потом Тело Хвала Вечному Богу Готов Ли Ты На Это Готов Ли Мы Готовы Ли Мы На Это Мои Дорогие Братья И Сестры Трудно Об Этом Проповедовать Но Мой Брат Сестра Он Сказал Вы Дайте Им Есть Что Дать Мои Дорогие Если Бо Я Сегодня Мог Взять От Себя И Вам Что То Дать И Оно Вас бы Исцелило Я Бы Это Сделал Но Он Мне Сказал Только Одно Только Одно Плачьте С Плачущими Аллилуйя Аминь Я Сегодня Готов Плакать С Тобой Аминь Я Сегодня Готов Каяться С Тобою Я Сегодня Готов Просить Прощения С Тобою Не Исключаю Я Себя Братья И Се Не Выставляю Я Себя Но Я Сегодня Готов С Тобой Склониться И Сказать Прости Господь И Бо Веру Что Простит Аминь И Бо Веру Что И Сцелит Аллилуйя Аминь И Бо Веру Что Он Есть Прощающий И Милующий Спасающий Хвала Вечному Богу Аллилуйя Аминь Готов Ли Ты Это Делать Сейчас А Во Отче Я Сегодня Вас Не Зову Сюда На Это Место Чтобы Вы Выходили С Покаянием Я Сегодня Бог Положил Мне На Сердце Сказать Если Ты Переступил Границу И Сегодня Твоя Совесть И Твое Сердце Говорит Переступлена Граница Между Светом И Тьмою Бог Это Видит Ты Готов Ему Сказать Аминь Если Готов Он Выйдет Навстречу К Вечному Богу И Сегодня Не Обманывайся Если Ты Не Скажешь Каким Приехал Таким Уедешь Но Там Еще Будет Хуже Но Здесь Лечебница Божья Аллилуйя Здесь Купальня Господняя Ты Ехал На Это Место Получить Исцеление Плоти А Он Приготовил Исцеление Души Аминь Аминь Аллилуйя Аминь А Воочей Готов На Диалог С Тобою Аллилуйя И Когда Ответишь Он Даст Тебе Ответ Хвала Вечному Богу Мои Дорогие Братья И Сестры А Он Сегодня Есть Здесь Аллилуйя Он Есть Живой Бог И Может Быть Ты Сегодня Думаешь А Где Он А Где Он Этот Бог Несколько Времени Назад Это Не Так Много Братья Се 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 Работая На Струительстве Церкви Дома Молитвы Я Получил Сигнал От своего Телефона От своего Сына Который Сказал Папа У нас Горе Знаете Братья и Сестры Услышать Горе Это Непоправимое Состояние Я Спросил Что Случилось Он Говорит Папа Это Не Со Мной У Нашей Или Можно Сказать Моей Дочери Старшей Их Восемь Деток Восьмой Ребенок Родился Ему Было Ровно Неделя А Седьмому Ребенку Было Год И Три Месяца Мои Братья И Сестры И Он Говорит Папа Этот Еремия Его Звать Еремия Которому Год И Три Месяца Он Подошел Окно На Третьем Этаже Квартира Он Подошел В окно Взлез На Окно Которое Было Открыто Весной И Головой Вниз С Третьего Этажа С Окна Упал На Асфальт Мои Дорогие Братья И Сестры Куда Я Это Я его Только Спросил Он Еще Живой Он Сказал Да Но В критическом Состоянии Мои Дорогие Мы Упали На Колено Другого Выхода Нет Братья И Сестры Другого Выхода Нет Есть Один Выход Это Небо Аллилуйя Аминь Но Чтобы Туда Подняться Мои Дорогие Братья И Сестры Библия Говорит Что Должны Руки Подняться Без гнева И Сомнения О Как Сегодня Трудно Эти руки Поднять А Бог Хочет Чтобы Ты Поднял Их Аллилуйя Аминь А Бог Хочет Чтобы Ты Поднял За свою Семью Слышишь Отец Он 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 Хочет Чтоб Ты Поднял В своем Доме Возле Жертвенника Господнего И Поднял Их Без гнева И Сомнения Мои дорогие братья и сестры, я приехал. Я очень кратко буду это говорить, потому что время идет. Я приехал в эту семью. Мы 200 километров живем друг от друга. И когда я приехал, я ничего уже не заметил. Я заметил только последствия на полу. Но мои братья и сестры, когда мы сидели в этом доме, в этой квартире, с нами сидела и наша святия, или можно сказать свихров моей дочери, а она учительница. Она никогда не склонялась пред Богом. Она верующей никогда не была. Своим детям она никогда не говорила о Боге. И когда ее сын впервые, учась в высшем заведении, услышал о Боге от миссионеров, он рассказал матери. Он рассказал отцу. И когда они выслушали это все, они сказали, сынок, ты попал в секту. Это есть секта. Это есть те, которые завлекают людей. Это не есть правда. Никакого Бога нет. И вы знаете, мои дорогие, он выслушал это все. И они говорят ему, сынок, оставь это. А он с торжеством им рассказывал о том, что он услышал. Он принял Господа в свое сердце. Хвала Богу. Но вы знаете, куда он это все рассказал? Ему отец впоследствии говорит, сынок, а теперь выбирай. Выбирай. Или мы, или Бог. Если ты оставишь эту книгу им англию, тогда ты в нашем доме, сын. А если ты эту книгу не оставишь, то вот тебе двери, и мы тебя больше не знаем. Мои дорогие, он говорит, я никогда плохого слова от отца не слышал. Мой отец был самым лучшим для меня, но этого я никогда не ожидал. Мой брат, сестра. И он говорит, я смотрел на Евангелие и смотрел на папу, что делать. И почему-то, говорит, потянуло меня к этой Евангелии. Я взял Евангелие, вложил ее в рюкзак, и три года ни звонка, ни разговора, ни с отцом, ни с матерью. Мои дорогие братья и сестры. Но в конечном итоге он остался верным Богу. Аллилуйя, аминь. И вот теперь эта мать в этой квартире. Он пришел и рассказал одно свидетельство матери. Когда он слышал свидетельство одной сестры, и он рассказывал своей жене при матери. И когда он это рассказал, он сказал таковые слова. Но ты знаешь, Оксана, я не хотел бы, чтобы пережить мне или нам в нашей семье такое. Мои дорогие, после трех дней это исполнилось. И выпал этот мальчик. И когда они сидели там в квартире, и мы, братья и сестры, звонок из больницы, куда его забрали. И она держала этого маленького ребенка, которому была неделя. И когда она держала его на руках, и разговаривала по телефону, я видел, как она рукой жмет его к себе. Я просил, Оксана, не жми. Мы взяли это дитя. И она выслушала и говорит, папа, врач вышла и сказала, за реанимацию отделения, что у ребенка при падении лопнул череп. Когда он упал об асфальт, у него мозг в голове не просто сотрясение, а перемешан, как арбуз бросить об землю. У него травмированное сердце, у него травмированная печень, его травмированная почка лопнула и поджелудочно побита. А внутренно вся наполнена кровью, и легкие остановились. Он больше не дышит сам. Аппарат его качает. Мои дорогие, но врач увидела, что этот молодой человек, он ходит по коридору и молится. Слышите, братья и сестры? Он ходит по коридору и молится. Она подошла к нему и говорит, я вижу, что вы верующий человек. Слышите, братья и сестры? Я вижу, что вы верующий человек. И если вы хотите еще сделать какой-то обряд, вы имеете возможность, я даю вам возможность войти в реанимацию. Если вы хотите позвать священника, зовите, я упущу вас в реанимационное отделение, и вы делайте, что вы считаете нужным, потому что жизнь ребенку осталась несколько часов. Мои дорогие, и моя дочь смотрит на меня и говорит, папа, вы как священник пойдете в реанимацию. Слышишь, отец? Аллилуйя, аминь. Ты священник в своем доме, аба, отче. Аминь, слушители, священники в своих церквях. Аминь. Станете ли пролом за жизнь людей? Аба, отче. Что ответить, мои дорогие? Что сказать? С чем идти в реанимацию, мои братья и сестры? Но есть Господь. Аллилуйя, аминь. Есть Бог, с чем идти в доме. Есть Бог, с чем идти в семье. Аллилуйя, аминь. Но сегодня было сказано, посмотри в свой дом. Имеется ли в нем жертвенник Господень? Или, может быть, уже жертвенники Ваала стоят там? То Бог говорит, разрушь жертвенник Ваала. Разрушь жертвенник Ваала в сердце своем. Разрушь. И Бог соорудит жертвенник Божий. Аллилуйя, аминь. Восстанови. И когда положишь жертву, она будет принята небом. Ас-кабараудес. Аллилуйя, аминь. Ибо Он есть действующий Бог. Хвала Ему. Мои дорогие, вырвалось внутри. Аминь. Пойду. Лишь бы только упустили. Братья и сестры, я знал, что многие молятся. Потому что моя вторая дочь, она очень многим звонила. И я знал, что мои друзья, мои христиане, которые знают меня, они молятся. И вот, когда я ехал, меня все спрашивали. Я ехал уже туда, 60 километров, к больнице. Я взял свою дочь с собой. Маленького ребенка оставил на свою жену. И мы поехали. И когда мы ехали, многие звонили, спрашивали, что случилось. Я сказал, не знаю, вот только то, что слышал, не видел, но я еду туда. И меня упустят в реанимацию. Прошу, молитесь за меня. Слышите, братья и сестры, вы хотите, чтобы Бог дал через этих священников? Аминь. Молите, Господи, на жатвы. Аллилуйя, аминь. И Бог их употребит. И Бог им даст. Не я дам, а Бог даст. Вечный мой Господь, аллилуйя. Но молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Хвала Богу. И поэтому, мои дорогие, когда мы приехали туда, я впервые видел, как врач быстро одевала меня. Она одевала сама, спешила, чтобы мы быстрее вошли. Я как священник, она знала. А это была как семья. И вы знаете, куда я вошел? Я не ожидал такое увидеть. Мои братья и сестры, я подробно говорить не буду. Я увидел только то, что нос убит внутрь, челюсть выбита на сторону. И все подключенные, все эти колбы, все эти провода, все эти крови, то есть эти колбы наполнены кровью. И я увидел три монитора компьютеров, которые стояли один в голове, и двух по сторонам. И три врача, которые что-то бегали, что-то делали, что-то крутили. Но, мои дорогие, мы подошли, слезы с нас лились. Мы подошли к этому дитя, его грудь качалась от того, что этот аппарат работал. Он был живой. Но, братья и сестры, он был только на этих аппаратах. И когда этот врач говорит, видите, что уже все подходит к концу, давление крови падает, сердцебиение учащается, и кардиограмма сердца, все становится хуже, хуже и хуже. Может быть, врачи здесь есть, вы знаете, что это такое, я не врач. И вы знаете, братья и сестры, мы подошли, и в тот момент, когда мы еще только стояли, я увидел на мониторе, как начали подниматься эти цифры. И в нижнем к углу центрального монитора этого компьютера начало, красное табло загорелось, и начал подаваться красный сигнал. Эти врачи начали бегать. Они начали что-то говорить между собой, и каждая из них выполняла свою функцию. Но эти цифры шли вверх. И когда сверху загорелось такое красное табло непрерывного сигнала, эти врачи еще больше что-то начали делать. Они давали команду друг другу, и выполняли эту работу. И в тот момент мы подошли к этому ребенку, я коснулся пальцами только его чела, и мы начали молиться. Братья и сестры, мы начали молиться, как мы молимся здесь. Аллилуйя, аминь. Мы молились на родном своем русском языке. Когда Бог исполнил силой Святого Духа, мы молились на иных языках. Аллилуйя, аминь. Мы молились так, как Бог наполнял. Хвала вечному Богу. Врачи делали свое, а мы делали свое. Аллилуйя, аминь. И когда мы продолжали эту молитву, потухло это красное табло. Цифры начали опускаться вниз. Потухло снизу это красное табло. И цифры как будто зависли, они стали. Эти врачи немного успокоились. Они что-то еще между собой разговаривали, смотрели. Что-то еще подводили, что-то еще ставили туда. Но, мои дорогие, мы простояли, может быть, минуты 4-5. И в тот момент на трех мониторах, братья и сестры, одновременно цифры начали прыгать. И они начали подниматься. На трех мониторах, братья и сестры, загорелись красные сигналы. На трех мониторах начали идти вверх все. И когда я своими глазами увидел 179 ударов бияния сердца, братья и сестры, я увидел, что давление крови подошло почти к нулю. И кардиограмма сердца несколько раз еще дрогнула и начала бежать понизу. Мои дорогие, она еще раз дернулась вверх и потом пошла понизу и начала пищать все наверху. Братья и сестры, врач посмотрела на меня, развела руками и машет головой. Они сделали все. Но жизнь ребенка окончена. Сердце остановилось. Кардиограмма больше на монитор не шла, только один писк. И шло понизу все. Врачи и, может быть, вы люди знаете. И я скажу вам, братья и сестры, я стоял, смотрел на это, и как будто кто-то мои ноги подкосил, и мы троем пали на колени. Я поднял руки свои, не думайте обо мне что-то большое. Я есть человек. Но я поднял руки свои, и все, сколько я имел понятия или понимания, я в голос сказал, Господи, выслушай мое моление. Выслушай мою молитву. Я стою в пролом за жизнь этого ребенка. Аллилуйя, аминь. Но выслушай меня. Мои дорогие братья и сестры, в тот момент, когда я держал свои руки к небу, когда я молился Богу, внутри вырывается, во имя Иисуса Христа, смерть. Отступи, ажись, возвратись. Аскабарабарараудес. Аллилуйя, аминь. И второй раз вырывается, во имя Иисуса Христа, смерть, отступи, ажись, приступи. И кардиограмма дернулась на экране и побежала. Аскабарабарараудес. Аллилуйя, аминь. Я не рассказываю вам о ком-то. Я говорю о том, что есть Бог живой. Аллилуйя, аминь. Я не говорю о себе. Я говорю и проповедую о моем Иисусе. Аллилуйя, аминь, что он есть живой здесь. Аллилуйя, аминь. Но заговори с ним, аллилуйя, аминь. Заговори открыто с ним. И он даст победу. Аллилуйя, аминь. Он даст милость. Он даст прощение. Аллилуйя, аминь. И если нужно исцеление, он даст исцеление. Хвала вечному Богу. Мои дорогие братья и сестры, врачи больше ничего не делали. Они стояли, смотрели на эти мониторы. Потому что им уже было больше нечего делать. Они ничего не могли понять. Цифры опустились. Протухли все эти красные сигналы. Стало все на один уровень. И когда мы поднялись с молитвы, моя дочь смотрела на меня в ожидании папы. А что дальше? Врачи стоят на нас, смотрят. А что дальше? И братья и сестры вореваются снутри. Оксана, ребенок будет жить. Аллилуйя, аминь. Она плачет, упала мне на грудь. Я говорю, Оксана, ребенок будет жить. Врачи так посмотрели на меня со всех сторон. Они услышали, что я простой человек. Но не врач, ничего. Но могу сказать таковые слова. Братья и сестры, я не могу сказать таких слов. А такие слова может сказать только Господь. Аминь. Хвала вечному Богу. Веришь ли Ему? Аллилуйя. Если веришь, Он может сказать это слово. И будешь жить ты, потомство твое. Аллилуйя, аминь. Но Он хочет, чтобы руки поднялись без гнева и сомнения. Аллилуйя, аминь. И тогда будет победа. Хвала вечному Богу. Мои братья и сестры. И мы третьей молитвой начали благодарить Бога. Эти три молитвы, которые были там в реанимационном отделении, они продолжались в течение одного часа. И когда окончили мы эту молитву, врач подошла и говорит, извините, мы просим выйдите на коридор, потому что из Риги приехала специальная скорая с бригадой врачей, которые консультировали нас, и они сейчас зайдут сюда. Мы вышли на коридор. Мы видели, как с лифта вышли эти врачи, и бегом с этими своими саквояжами они бежали в это отделение. И когда они зашли туда, через минут сорок выходит этот врач, который приехал из Риги, и начинает с нами разговор. И мы задаем ему вопрос. Что там с мальчиком? Как он? Что есть? Он говорит, что вы будете делать? Он говорит, не знаю, что мы будем делать. Я задаю ему вопрос, вы что будете забирать, везти его в Ригу? Говорит, не знаю. А что ж? Говорит, я ничего понять не могу. То, что я просмотрел на записях мониторов. То, что я видел, то, что записали эти аппараты. И то, что сейчас я вижу, я ничего понять не могу. Ибо идет сильное улучшение здоровья. Аллилуйя, аминь. И доколе я не убежусь в стабильности жизни, я делать ничего не буду. Мои дорогие, я должен убедиться в стабильности жизни. Мой брат, сестра в стабильности жизни в 3 часа ночи. Они погрузили его в специальную скорую и везли в Ригу. Это была стабильность жизни. Хвала Богу. Аллилуйя. Ибо это делал Господь. Хвала ему. И сегодня он делает. Або отче. Веришь ли сему? Аллилуйя. Аминь. И мои дорогие братья и сестры. На второй день уже в Риге, когда его спрашивали, как состояние. Он говорит, состояние ребенка критическое, но жизнь стабильна. Аминь. Критическое, но жизнь у Господа. Хвала вечному Богу. Аллилуйя. Аминь. Прошло трое суток, братья и сестры. И на третьи сутки звонок из больницы. Приготовьтесь. Мы не можем его больше держать в революционном отделении. Потому что он уже трижды приходил в сознание. И мы должны отключить систему. Что будет, говорит, не знаю. Но мы будем отключать и вывозить его в палату. Мои дорогие, приехала моя дочь. Вторая. И она ожидала. И куда? Его уже вывезли. Но он сказал, но мы еще решаем, что будем делать с лицом. Потому что оперировать мы не хотим. Может быть, нам удастся что-то сделать так, чтобы его не оперировать, не резать. Поставить нос на место и вытянуть челюсть. Вы знаете, братья и сестры, когда его вывезли, через трое на третьи сутки, они отключили в реанимации от всех аппаратов. Братья и сестры, он начал приходить в сознание. И когда он пришел в сознание, его не оперировали. Ему поставили нос на место, поставили челюсть на место. И когда его вывезли, он начал приходить в сознание. Врач сказал так, если он и останется живой, он все равно будет ненормальный. И снимки показали, что его мозг перемешан в голове. Но, мои дорогие, он через несколько часов пришел в сознание. И когда он пришел в сознание, моя дочь дала ему мобильный телефон. Год, год и три месяца он открыл эту крышку мобильного телефона и начал нажимать кнопки. Аллилуйя, аминь. Он озвонит и говорит, папа, он понимает. Слышите, братья и сестры, Бог делает, что будет понимать. Аллилуйя, аминь. Он не делает наполовину, он делает начало и конец у его есть. Хвала вечному Богу. Мои дорогие, когда он пришел в сознание, и он начал уже, так сказать, понимать, уже прошли несколько еще часов, он начал просить пить. И врач начал, то есть дочь пришла и спрашивает врача, дать ему пить. Он говорит, категорически нельзя. У него вся внутренность наполнена кровью. Он побитый весь внутри. Если он выпьет, он сразу умрет. Но он просил пить. Он такой крупный мальчик был. И тогда, когда после третьего раза разговора с врачом, врач приносит бутылочку напитка, 75 грамм. И говорит, я своей рукой давать не буду. Если ты хочешь, на и давай. Но чтобы ты знала, когда он выпьет, он сразу умрет. И он взводит, папа, что делать? Слышите, священники, что делать? Священники ваших домов. Аллилуйя, аминь. Не священники только церквей, а священники домов. Священники семей, что делать? Гибнет душа, что делать? Я пал на колени. Молите Богу. И говорю, во имя Иисуса Христа, дай ему пить. И он оберет своей рукой из руки врача. И при враче дает ему пить. Он выпивает эту бутылочку и говорит, дай еще. А врач говорит, ничего не понимаю. Но мы понимали. Аллилуйя. Мы понимали, что есть живой Бог. Слышишь? Могут быть впервые на этом месте. То, чтобы ты знал, есть живой Бог. Аллилуйя, аминь. Прощающий грехи. Аллилуйя, аминь. И спасающий душу. Хвала вечному Богу. И сегодня твое решение будет за ним. Скажешь ли ты ему, чтобы он стал твоим спасителем? Или нет? Это вопрос твой. И поэтому, мои дорогие. Когда папа его пришел. И на пятые сутки. Это трое суток было. И на пятые сутки он взял его на руки. Врач разрешил его поносить на руках в горизонтальном положении. И когда он его поднес к окну. Чтобы ребенок посмотрел в окно. В это мгновение ребенок сел у него на руках. Братья и сестры, он поставил его на пол. И он пошел по палате. Врач вошел и смотрит. А ребенок ходит по палате. Слышите, братья и сестры. Перемешанным мозгом. Лопнувшим черепом. Побитым сердцем. Но есть живой Бог. Аллилуйя, аминь. В течение десяти дней. Врач сказал, забирайте и вы можете уезжать. Мы все равно уже ничего не делали и не делаем. И потому что мы ничего не понимаем. Но понимаем мы, братья и сестры, верующие в Бога. Ибо все возможно кому, братья и сестры? Верующему человеку. И сегодня Дух Святой говорит. Если ты верующий, аллилуйя, подними свои руки. Аминь. Не жди от священника. Не жди от того, кто сегодня может быть помазанник Бога. Ах, сегодня Бог тебе дает право. Аллилуйя, аминь. Но поднять свои руки без гнева и сомнения. И Он придет в твой дом. Аллилуйя, аминь. Он придет в твою семью. И поэтому, мои дорогие братья и сестры, Он забрал это дитё. Он приехал не домой сразу. Он приехал туда в больницу, где его привезли в первую больницу. Он зашел туда в реанимацию. Он поставил это дитя. И это дитя пошло по реанимации. Эти врачи склонялись на колени. Они обнимали это дитя. Они плакали и говорили, это сделал Господь. Аллилуйя, аминь. Это сделал Бог. Там было телевидение, братья и сестры. Там был криминал. Там было все. Потому что дали такую вестку, что многодетная семья выбросила ребенка из окна. Но, мои дорогие братья и сестры, все свидетельство, которое было сказано, что сделал Бог, эти мирские источники, они нигде не передали ни одного слова. А сегодня я передаю, что есть Бог. Аллилуйя, аминь. Хвала вечному Богу. Этот ребенок сегодня живой. Аллилуйя, аминь. Этот ребенок сегодня здоров. Хвала вечному Богу. Аллилуйя, аминь. И мама склонила колени. А воотче, будучи учительницей, склонила колени и сказала, молитесь, мы тоже молимся. Аллилуйя, аминь. Это есть Бог. Хвала вечному Богу. Но сегодня пусть наша молитва, она будет, Боже, Боже, дай нам силы помолиться, чтобы Бог очистил душу. Аминь. И мое сердце сегодня переполнено, братья и сестры. Я не знаю, я никогда такого еще не призывал. Но Бог положил на мое сердце сегодня. Если ты готов молиться Богу, открыто молиться, искренно молиться, чтобы Бог простил твои грехи. И грехи назвать именами. Аллилуйя, аминь. Чтобы это служение было не буквы, но духа. Аскавара-бара-раудес. Аминь. Если ты готов, не надо идти сюда. Там, где ты стоишь, юноша, девица, отец и мать, бабушка и дедушка, служителя, аллилуйя, аминь, не исключает Бог нас никого. Если твоя совесть говорит, что переступлена граница между светом и тьмою, и сегодня тьма овладевает, и сегодня не стало радости жизни, и сегодня уныние пришло, и сегодня ты пришел, утомленный на это место, но ты пришел, по милости Божией. Аминь. Тебе Бог дал еще время. Хвала вечному Богу. То если ты готов, подними свою руку. Аллилуйя, аминь. Если твое сердце осуждает, подними свою руку. Аскавара-бара-раудес. Не стыдись сегодня. На твою руку смотрит Господь. Аллилуйя, аминь. Ибо будет идти исцеление духа. Аскавара-бара-раудес. Будет идти исцеление тела. Аминь. Аллилуйя, ревера-раудес. Аллилуйя, аминь. Ибо небо видит это. Аминь. Не стыдись, каяться. Аскавара-бара-раудес. Я прошу вас, слушателя, встаньте в пролон. Аминь. Поднимите свои руки. А воочи поднимите этот народ. Аллилуйя, аминь. Поднимите его пред лицем Бога. Аскибири, бара-бара-раудес. Аллилуйя, аминь. Ребечка, бара-бара-бара-кантура. Аллилуйя, аминь. Каста, бара-бара-раудес. Аллилуйя, аминь. Мимолим тебе хаспо. Аллилуйя, аминь. Аскибири, бара-бара-раудес. Аллилуйя, аминь. Сайди, таямин, оси, бара-чамай. Аллилуйя, аминь. Поднимите свои руки. Санья, бара-бара-раудес. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok